Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». Отшумели новогодние праздники, суровые будни набирают свой динамичный ход, выбрасывая в медийное поле все больше и больше информационных поводов для обсуждения. Итак, сегодня в программе. Заместитель министра науки и образования Марина Боровская в ходе своего визита в университет посетила в состоянии реконструкции здания Института международных отношений КФУ, а также научно-исследовательский клинический центр Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Заместитель министра науки и образования Марина Боровская провела совещание с ректорами вузов Татарстана. О чем говорили? Пресс-конференция ректора Казанского федерального университета Ильша Тагафурова об итогах прошедшего года. Казанского федерального университета ректор Ильша Тагафуров. 24 января Казанский федеральный университет посетил заместитель министра образования Российской Федерации Марина Боровская. В рамках визита ректор КФУ продемонстрировал заместителю министра образования Российской Федерации учебное здание Института международных отношений Казанского федерального университета, расположенное по адресу Карла Маркса, 43, которое на данный момент находится на стадии реконструкции. Год назад в здании был начат капитальный ремонт. Предполагается, что там будет размещен целый комплекс подразделений института, аналитическая служба ситуационного центра, Центр изучения США и Канады, Центр изучения Латинской Америки. Здание изначально принадлежало Институту управления экономикой и финансов КФУ. В мае 2018 года на заседании ректората Эльшадом Гафуровым было озвучено решение о передаче здания Институту международных отношений. В первую очередь это делалось для того, чтобы институт, находящийся в составе университета, становился более привлекательным для будущих абитуриентов и более узнаваемым в мировом университетском сообществе. Он достаточно хорошо, очень динамично стал получать как таковой институт международных отношений в позиции нашей стране. На сегодняшний день создан проект будущей реставрации. Надо сказать, что для КФУ это не первый опыт восстановления объектов, представляющих культурную ценность. К примеру, в прошлом году университетом был запущен новый кампус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Для этого был отреставрирован целый комплекс зданий бывшего военного госпиталя, объекта культурного наследия России. Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская посетила здание научно-клинического центра Президенционной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, расположенное на улице Волкова, 18. В 2015 году Казанский федеральный университет присоединил к себе республиканскую клиническую больницу РКБ-2. Планировалось переформатировать ее в университетскую клинику по международным стандартам с возможностью проведения клинических исследований. Врачи оказались просто не готовыми к работе в новом формате. И это неудивительно, потому что они работают в рамках российского законодательства, стандартов лечения, обязательного медицинского страхования, ВМП. И таким образом их основной акцент – это оказание медицинской помощи населению. Здание Волкова, 18 вошло в состав КФУ в 2015 году в рамках развития приоритетного направления биомедицина и фармацевтика. И для реализации научных исследований в области трансляционной медицины. Сегодня там располагается полностью сертифицированный для работы университетский биобанк – хранилище биологических образцов при сверхнизких температурах в жидком азоте. В этом же здании находится Центр клеточных технологий, где разрабатывают клеточные технологии для лечения различных заболеваний. Здесь же функционирует зеркальная лаборатория КФУ и исследовательского института Рекен – ведущего научного центра Японии. Здесь же располагается лаборатория, функционирующая совместно с одним из главных благотворительных фондов страны – Русфонд. Особое внимание Ильшат Гафуров уделил Медицинскому геномному центру. Он представляет собой научно-исследовательскую лабораторию, которая занимается трансляционными геномными исследованиями с использованием секвенаторов нового поколения. На Волково-18 располагается наш медицинский геномный центр. Там есть и научная лаборатория, которая занимается трансляционными геномными исследованиями, оснащенная секвенаторами последнего поколения. Там мы исследуем наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям. Исследуем, ведем подбор лекарственных препаратов на основе генетических тестов. И на базе этой лаборатории создана крупнейшая в России, даже в СНГ, база данных наследственных генетических мутаций, онкологических мутаций. Медицинский геномный центр представляет собой научно-исследовательскую лабораторию, занимающуюся трансляционными геномными исследованиями с использованием секвенаторов последнего поколения. Здесь исследуются наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям. Ведется подбор лекарственных препаратов на основе генетических тестов. Важно и то, что в данной лаборатории создана крупнейшая база данных в СНГ о наследственных онкологических мутациях. Кроме того, активно развиваются исследования, связанные с анализом микробиома человека. Дело в том, что в организме человека примерно в 10 раз больше микроорганизмов, чем в собственных клетках у человека. Вклад в здоровье этих микроорганизмов огромен. Наш кишечник отвечает за усвоение пищи и за синтез многих метаболитов, таких как нейромиллиаторы, регулирующие работу нервной системы. Кишечник и его совокупность микроорганизмов отвечают за нормальное функционирование иммунитета человека. Методы исследования, которые применяют ученые Казанского федерального университета, позволяют оценить вклад этих микроорганизмов в здоровье человека. В 2019 году планируется запуск проекта по трансплантации фекальной микробиоты. Речь идет о переносе микроорганизмов от здоровых индивидуумов к больным, тем самым корректируя их болезненное патологическое состояние. Это новое в мире направление, которое очень активно развивается. В Казанском университете создана база, с помощью которой можно проводить эти передовые исследования. Здесь речь идет, безусловно, и об имеющемся оборудовании, и об уже наработанных технологиях в области геномных, протеомных и метаболомных исследованиях. Не лишним будет подчеркнуть, что, по сути, свои все эти исследования являются междисциплинарными. Заместитель министра образования Российской Федерации Марина Боровская высоко оценила достижения университета. И, прежде всего, способность оперативно отвечать на вызовы современного мира, умело объединяя все сферы жизни университета. Образование, науку, сотрудничество с промышленными предприятиями для обеспечения трансфера технологий в реальный сектор экономики. Тема здоровья, продление активного долголетия все чаще и чаще терзает умы человечества. Очевидно, что все это связано с повышением уровня благосостояния человека как такового, возможностью питаться, одеваться значительно лучше, чем наши отцы и деды, даже несмотря на все проблемы сегодняшнего дня в экономике. Полки магазинов полны продуктов. Правда, не у всех и не всегда есть средства, чтобы покупать именно то, что хотелось бы. Но в целом и общем ассортимент предлагаем его не сравнить с тем, что было лет 30 назад. И сейчас уже на самом деле принципиально встают другие вопросы. Мы начинаем интересоваться качеством продуктов, в смысле здорового питания. И вообще, в принципе, начинаем искать рецепты активного долголетия, то есть модели, образцы здорового образа жизни. Наука в мире чутко откликается на потребности общества и все больше и больше направляет свои усилия именно в медицину. Проблему продления активного долголетия. И в контексте данной проблемы, думаю, есть вполне обоснованный повод передать слово нашему коллеге Альберту Бекбову. В конце прошлого года ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ сообщили о создании ими генного препарата, способного заживлять поврежденные сухожилия у лошадей. Обычно в ветеринарном деле применяются препараты, которые сначала были разработаны для человека, а потом уже используются для животных. Но не всегда такой подход оказывается самым эффективным. Необходимы видоспецифические генотерапевтические лекарства именно для животных. Так вот, ученые нашего университета одними из первых в мире реализовали идею создания генотерапевтического препарата для речения заболеваний у кошек, собак и лошадей. Возьмем проблему стимуляции регенерации ткани у животных после повреждения. Раньше, например, лошадей с травмами сухожилий приходилось усыплять. Но благодаря разработкам ученых КФУ, теперь таким животным доступно высокоэффективное лечение. Генотерапевтический препарат представляет собой фрагмент ДНК, который мы с помощью методов генной инженерии конструируем для решения необходимых нам задач. Фрагмент ДНК содержит гены, необходимые для стимуляции регенерации. Мы вводим его в виде чистого препарата в то место, где нужно стимулировать регенерацию, и ДНК попадает в клетки и перепрограммирует их. Так мы вводим дополнительную генетическую информацию в организм. Клетка считывает генетическую информацию и по ней синтезирует то, что мы запрограммировали делать. То есть клетка сама начинает производить нужные нам белки по генетическим чертежам, генотерапевтическому препарату. Сегодня работа над генетическим препаратом для животных ведется в рамках научного проекта. И лечатся животные в рамках научно-клинических исследований. Но предпринимаются все усилия для получения полноценного международного патента. Такой прорыв биотехнологии можно объяснить тем, что в 2013 году КФУ вошел в проект 5.100, который нацелен на повышение конкурентоспособности российского университета. КФУ получил дополнительное финансирование для проведения научных исследований мирового уровня. Результатом одного из таких исследований как раз и стало создание препарата для лечения лошадей. Продолжая тему визиту заместительного министра науки и образования Российской Федерации Марины Боровской, надо бы отметить тот факт, что ректора вузов Татарстана также принимали в этом участие. В здании научно-исследовательского клинического центра Института фундаментальной медицины КФУ состоялось совещание ректоров вуза Татарстана заместителем министра науки и образования России Марины Боровской. В качестве модератора совещания выступил на правах председателя Совета ректоров Татарстана ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В Казанском федеральном университете состояла встреча заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Марины Боровской с ректорами высших учебных заведений Казани. Ректор КФУ Ильшат Гафуров на правах председателя ректоров Татарстана выступил в роли модератора совещания. На встрече обсуждались планы и результаты работы в области высшего образования как России, так и Татарстана. Заместитель министра рассказала о национальных проектах по трем направлениям – наука, образование и цифровая экономика. Речь шла также о том, что университет сам по себе, являясь крупнейшим работодателем, должен обеспечить и трудоустройство своих выпускников. Возвращаясь к проекту «Национальное образование». У нас проект образования. Тут мы с вами хотим, безусловно, видеть себя в ведущих конкурентоспособных университетах, в мире и в регионе. Я напомню, что проект, например, опорный университет, он первый раз шел для тех университетов, которые хотели объединиться. Первая волна была. Вторая волна была для тех университетов, которые регион поддерживали. Вот это моя опора, стратегия и здоровая поддержка, и такие вузы появились. Третья волна – на отрасли вы ориентированы. Это все вузы, которые сегодня у нас выделяются в группе ведущих и в группе университетов лидеров. Мы хотим сделать ставку на такие университеты, понимая, что сегодня экспорт образования становится, собственно, одной из наших базовых задач. Мы сегодня уже умеем и можем предлагать услуги по образованию на мировом рынке. Восемьдесят две страны мира сегодня поставляют нам студентов на обучение. Нам важно этот тренд не потерять. Но количественным параметрам мы равны Австралии с вами. А по финансовым параметрам мы в 17 раз меньше, чем Австралия зарабатываем на этом. То есть мы не умеем выстроить эту программу, нам жалко, не придут показатели стоить в проценте от кретингента, а не в рублях. Тем самым недоплачиваем преподавателю, сразу и себе недополучаем. Говорим о том, что Афу нам деньги за это даст, где министерство, которое поможет и так далее. Проректор по биомедицинскому направлению КФУ Андрей Киясов рассказал о развитии медицины в Казанском федеральном университете и влиянии на это направление в мире. Самое важное, что сейчас Казанский федеральный университет стал мировой площадкой для дискуссий в области комиксных технологий. Это и международный семинар ежегодный «Лайф-геном», «Жизнь геномов», «Казанский воркшоп по прецизионной медицине», «Пост-геном», то есть это саммит, который проводился, и он будет сейчас регулярно, рейтинговых агентств «Лайф-эффектейшн», то же самое, так сказать. И, наконец, приобретение клиники и огромный секретарь наших партнеров за рубежом. Вот что мы сейчас имеем. Вот эта площадка, где мы с вами находимся, площадка «Транспорт-технология наследия». То есть есть институт, есть клиника, а клиника в основном выполняет функции «Тичинг-хоспитал», то есть там идет образовательный процесс и запрос в науку, но вся научная площадка, потому что сейчас мы показали только то, что отреконструировано в лаборатории. К июлю месяца эта вся клиника, это будет целая клиника, трансляционная медицина, причем инвестор, так сказать, уже зашел, и это будет сделано первому июлю. Речь идет об инвестициях в научно-исследовательский клинический центр Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Именно здесь будут происходить процессы внедрения результатов научных исследований КФУ в клиническую практику. Значит, какие проекты конкретно нам бы хотелось? Дело в том, что если мы создаем геномный центр, это чисто фундаментальное, и, откровенно говоря, нам сказали, что три геномных центра, они уже определены, кто будет в России. Соответственно, в этой ситуации мы говорим, мы можем стать научным центром мирового уровня, так сказать, по своим компетенциям и по своим связям, потому что мы можем совершенно спокойно, так сказать, у нас есть уже базовые компетенции и лаборатории, и та инфраструктура, которые созданы в этом направлении. Второе. У нас есть непосредственно, так сказать, как бы те проекты, которые уже международными. Впервые для Российской Федерации КФУ инициировал международный консорциумный проект Фантом. И вот Фантом Масл, а почему важно, что мы инициировали Фантом Мышца? Потому что, во-первых, мы, как и все, так сказать, млекопитающие, состоим в основном из скелетных мышц, и это наша двигательная активность. Более того, в скелетных мышцах вырабатывается гормон, например, и резин, который непосредственно регулирует, так сказать, толстый человек будет или так, куда. Дальше. Есть сердечная мышца, это второй этап, и есть гладкая мышца, это гипертония. Соответственно, функциональный анализ, так сказать, как работает мышца, это важнейшая задача не только фундаментальная, но и медицина. Поэтому инициатором здесь был КФО, это глобальный проект, он вот сейчас вышел. Ректор Ильшат Гафуров отметил, что Казанский Федеральный Университет на сегодня в трансфере своих фундаментальных научных исследований в прикладной высокотехнологичный конечный продукт вышел на уровне реальных инвестиционных вложений со стороны крупного бизнеса. Это позволяет претендовать Казанскому Федеральному Университету на статус научного центра мирового уровня. У меня, как бы, есть, Мария Александровна, обращение к вам, очень большое, когда принимается экспортное решение, про все решения в любом случае, наверное, где что назначают, будет экспорты какие-то смотреть. Хотелось бы, чтобы они, наконец-то, научились приезжать на места и смотреть, какие истории этого вопроса, то есть какие наработки в том или ином лузе или на научно-исследовательском институте РАН сделаны. Поскольку у нас, наверное, просто преобладает кто кого переговорит и кто кому что сумеет доказать. Понимаете? Мы некоторые конкурсы проигрываем не от того, что мы чего-то не успеваем делать, либо не делаем цел. Мы вовремя и не узнаем, что эти конкурсы состоялись, поскольку если уж мы говорим, что у нас ресурсы ограничены, и говорим об эффективности финансовых ресурсов, хотелось бы, чтобы, вот, уже сказал Андрей Павлович, что уже предопределены, где эти три центра в области в целом, в обществе, в частности, в геномных и в целом, будут сомнены. Но это не говорит о том, что они будут более эффективны работать, поскольку мы создавались как федеральные университеты, имели определенные ресурсы на развитие прекрасного проекта, в программе 5.100. И эти направления, они у нас финансировались по всем этим проектам. И то, что мы сегодня имеем, мы примерно выходим на 60% финансированные уже со стороны частного бизнеса. То есть бизнес прочувствовал, что это эффективно, но кто-то, не надо это сказать, кто-то просто через себя провел, да, и болеет там, или родственники близкие болеют, у него есть определенная ресурсия, он говорит, чем я буду вкладывать куда-то, лучше вложу вот сюда, и, может быть, попробую еще кому-то жизнь. Знаете, то есть пока человек через себя не пропускает, он мало о чем думает. У нас все направления очень важные, начиная от тротуара, я условно говорю, заканчивая космосом. Но самое ценное, у человека все-таки это его здоровье, да? Больше ничего ценнее, но в принципе нет. А дальше стоит вопрос здоровья, а дальше качество жизни. У ректоров остальных вузов в основном возникали вопросы отношения министерства к повышению статуса ряда университетов. Причем речь даже не шла о дополнительном финансировании этих вузов. В основном вопрос стоял в том, что в Татарстане есть ряд весьма серьезных вузов, которые достойны войти в ряд ведущих вузов страны. Но в силу того, что в республике уже есть федеральные университеты, национально-исследовательские университеты, похоже, на федеральном уровне существует мнение, что этого вполне достаточно. У нас в Союзе рассматриваются как университеты, как регионы. Для Поволжья, для Урала не единственные практически. И тем более, сегодняшний день уже у нас студенты, это 60 более простаток из других регионов. Уже о чем-то говорили, это обновлено. Поэтому сейчас надо привязывать только регионы, поэтому просто нет, как у нас есть. Мы считаем себя лучшим, по-своему, соединенным вузом. И прочее, прочее. И вот в связи с этим, просто долго участвуем в конкурсах, заявляемся, не выигрываем. Значит, конечно, нужно с Равкатчем кооперироваться. Хотелось бы, чтобы для работы в нашем уровне были конкурсы. Это часть опорных, можно лиграны какие-то. Потому что вот сложно, когда в Казани есть прекрасные федеральные, прекрасные национальные сеты. Конечно, для России там, где чего-то нет. Под розы у нас еще медицинские, да, ну вот как-то здесь. Очень хорошие розы, очень сильно интегрированы, значит, со своими отраслевыми компаниями. Значит, здесь попечительский совет возглавляет у энергетиков генеральных сетевых компаний, значит, они достаточно неплохо вливаются, они и с Росатом плотной работают, и готовят специалистов. На самом деле, может быть, и то же самое вот по строительно-архитектурному, или архитектурно-строительному. Все это, я просто всегда говорю, независкий УЗ, поэтому здесь очень удобно. Раньше я мог бы сказать, сейчас уж не говорю, поскольку у меня национальный статус, значит, они очень сильно тоже интегрированы. Там, насколько я знаю, является наш министр, строительство, архитектурно-попечительский совет, президент, и все время проводят параллельно. Вот это тоже, я как раз хочу рассказать, может быть, здесь никакой коррупционной сделки нет, кроме того, что они заставляют руководство республики вкладывать через отрасль туда деньги. И на самом деле, у обоих отличные кампусы, даже во многом, но они компактные очень, локализованные, я работаю на отрасль, да, и она очень, у нас тоже есть возможность строительную покупку, но нам очень тяжело с меня конкурировать в этой области, потому что они традиционные, исторические. Ну, нам тоже просто политех передали, он там оказался, мы их ни за что не открыли. Ага. Да, ну, сейчас, вот это берем. Ну, то есть, я к чему хочу сказать, может быть, все-таки подумайте, вот там и есть же, ну, как сказать, есть вещи важные, как вручение орденов, да, ордена тоже сейчас ни денег, зарплаты, ничего не добавляют. Вопросы статусности. Если где-то денег не хватает, ну, вот, у нас же опорные были, кому-то дали денег, кому-то меньше дали. От наших вузов даже денег можно меньше дать намного, чем другим. У них, да, но, ну, не статусы надо, не статусы не дают. Понимаете? То есть, ну, на самом деле так просто. А то нам говорят, у вас, вот, он правильно сказал, что есть федеральные, два национальные, куда вам еще татарам. Да, да. Но это неправильно. А то получается, что из-за нас они страдают, да? Роман Харисов, вы подходит, что вы их понимаете. Здоровье – это самое ценное в жизни, и понимание этого с годами усиливается все сильнее и сильнее. И в этом смысле стратегический выбор ректора Ильшата Гафурова на развитие медицинской науки в Казанском федеральном университете теперь уже кажется единственным абсолютно верным решением. Хотя напомню, что изначально это было принято далеко не всеми. Мало того, оно было встречено даже в штыки, в публичном информационном пространстве республики. Но, как говорили древние, время все расставляет по своим местам. А время свое дело вершить спокойно и неспешно. Ну, а что думает о развитии медицины в глобальном смысле наш коллега Рустам Вафин? Давайте послушаем. В конце 2018 года сразу в двух топовых международных научных журналах, в журнале «Исследование нервной регенерации» и в журнале «Биомедицина» были опубликованы статьи за авторством ученых Казанского университета. В первой статье шла речь о новом способе лечения травм спинного мозга, разработанном в Институте фундаментальной медицинной биологии КФУ. Такие травмы опасны тем, что даже без фатальных повреждений способны запустить процесс отмирания нервных клеток спинного мозга, превращая человека в инвалида. Помните главного героя романа «Как закалялась сталь» Павла Корчагина? Собственно, в этом романе и описана клиническая картина посттравматического атрофирования клеток спинного мозга. Суть нового метода лечения – внедрение в пораженную зону стволовых клеток, выделенных из жировой ткани пациента, что позволяет восстановить кровеносное снабжение травмированных участков, останавливает процесс отмирания клеток и запускает регенерацию поврежденных. Другое исследование, результаты которого изложены в журнале «Биомедицина», звучат очень резонансно. Речь идет о прошедших успешных лабораторных испытаний новой противораковой вакцины, в состав которой входят геноотредактированные вирусы, способные проникать в раковые клетки и запускать в них процессы, лишающие эти клетки самой коварной их способности, а именно способности оставаться невидимой для иммунной системы организма. Без такой шапки-невидимки раковые клетки опознаются иммунной системой и как вражеские уничтожаются. Тема противораковой вакцины способна вызвать ажиотажный интерес среди широких масс населения. Причина тому практически животный страх перед онкологическими заболеваниями, царящий в нашем и не только в нашем обществе. И заметим вполне обоснованный страх. Редкий человек в нашем мире не терял родных, близких, знакомых от этого страшного недуга. Добавьте сюда относительную бедность нашего населения и слабость массовой медицины, делающие совершенно недоступными для большинства наших сограждан современные методы противораковой терапии и обрекающие больных и их близких на непосильные разорительные расходы. Сказать о таких условиях, мол, ребята, здесь у нас в Казанском университете создана вакцина, способная победить рак, это значит породить великую надежду. Но, к сожалению, большинство нынешних пациентов, онкодиспансеров и их родственников вряд ли дождутся нового препарата, даже если он окажется по-настоящему эффективным и без серьезных побочных последствий. Слишком велик испытательный цикл от лаборатории до клинического применения. Возможно ли сократить этот период? Возможно ли привлечь для испытания еще непроверенной вакцины добровольцев из числа пациентов в терминальной стадии заболевания? В нынешнем правом и этическом режиме это практически невозможно, хотя такая постановка к вопросам может и должна, на мой взгляд, стать темой широкой общественной дискуссии. В конце концов, что этичнее дать пусть призрачный, но шанс безнадежно больному или оставить его умирать в рамках существующих правовых и этических норм. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров провел пресс-конференцию с коллегами-проректорами об итогах прошедшего 2018 года. Итак, о чем шла речь? 23 января стоялся ежегодная пресс-конференция, на которой ректор КФУльшат Гафоров, проректор по экономической деятельности Марат Софиулин, а также проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский озвучили итоги деятельности университета. Скажу так, что прошлый год, в принципе, начался из политических таких событий. Впервые посетил университет президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и дал достаточно такую хорошую оценку деятельности ВОЗа, поскольку наш университет, как вы знаете, он образовался путем сияния достаточно большого количества самостоятельно работающих высших учебных заведений. В то же время мы организовали не свойственные для классических университетов Российской Федерации ряд структурных подразделений и ряд направлений. Прежде всего, это медицинское направление, инженерное направление, нефтегазовое направление. И перешли, как бы, начали занимать нишу технических университетов и технологических университетов. Мы все больше и больше начали интегрироваться с промышленными компаниями, с нефтяными компаниями, нефтехимическими компаниями. И в конце прошлого года мы вышли на создание центра по интеллектуальному автомобилю с главным автомобильным производителем, с акционерным обществом КАМАЗ. И на нашей площадке, на площадке Института физики и Инженерного института, это как бы совместно такой проект получился с КАМАЗом, мы создали хороший центр, который договорились с руководством КАМАЗа, что будем развивать. То есть, к созданию центра мы шли тоже три года, выполняя хоздоговорные работы с КАМАЗом. Мы по-прежнему продолжаем и наращиваем работы с нефтяниками. Значит, в прошлом году было заключено стратегическое соглашение с Роснефтью, и сегодня мы рассматриваемся как один из базовых университетов в области подготовки и выполнения, соответственно, научных работ для данной крупнейшей нефтяной компании не только нашей страны, но и мира. Значит, достаточно хорошие результаты показывает не только естественный научный блок университета, но и блок, связанный с подготовкой учительских кадров. Значит, впервые мы по международным рейтингам стали занимать первые места в стране в области education, и, в принципе, для нас это очень значимо по одной простой причине, что, когда вы помните, мы создавались, нас достаточно много, в том числе и наши уважаемые коллеги, которые сидят здесь, критиковали за вот как бы потерю или не столь внимательное отношение к области подготовки учительских кадров. Ну вот международное сообщество оценило сегодня наши старания или наше продвижение таким образом, что мы стали лидерами в стране, и сегодня, я думаю, это лидерство мы будем сохранять, поскольку мы получаем достаточно большие приглашения участвовать во всех международных конференциях в этой предметной области. И это же, несомненно, отразилось и на работу наших двух лицеев, которые работают в составе университета. Здесь уже по рейтингу российскому оба наши лицея стали лучшими, то есть вошли в сотню лучших лицеев страны. Один занимает по памяти 32 место, это IT лицея, он в принципе только создан, да, там все-таки нужно иметь хорошую историю для того, чтобы позиционироваться в любых рейтингах. И лицея Лобачевского тоже, по-моему, 56 место занимает в Российской Федерации из 44 тысяч, более 44 тысяч лицеев России. Это, ну, хорошие результаты. Я почему говорю о лицеях? Потому что эти лицеи – это не просто место подготовки талантливой молодежи, но и это место апробации наших собственных технологий, то есть это площадки трансфер. Значит, то же самое я могу сказать, что мы достаточно хорошо стали работать в области медицинской науки и впервые попали в международные рейтинги, хотя наши позиции там 500-600 вот в этих пределах, и о науках о жизнях, и медицинских, да, там очень важно понимать, что исследуется пятилетний период, а мы создались-то в медицинское направлении там в 13-м, 12-х годах. Идея появилась, в 13-м году начали работать, и в прошлом году еще только первый выпуск сделали, и то в области стоматологов выпустили, да, мы еще даже врачей первых не выпустили. Тем не менее, вот наша такая консолидированная работа вместе с республикой помогла нам неплохо позиционироваться, но это в мире, но в стране мы занимаем третье-четвертое место, да. У нас есть традиционные медицинские вузы, первый мед, второй мед, МГУ, Санкт-Петербургский университет, которые давно начали заниматься этими направлениями. Но и мы достаточно хорошо продвинулись в области уже клинических исследований и в области инфраструктурного обеспечения нашей клиники. Вы знаете, что в самом начале года мы реконструировали, вы тоже часто этот вопрос задавали, реконструировали значит, все, что осталось от военного госпиталя, и причем по всем требованиям, которые предъявляли нам Министерство культуры, вот все структуры, которые отвечают за охрану объектов культурного наследия. И все три объекта были отреставрированы, и сегодня там размещается учебно-научная лаборатория Института фундаментальной медицины и биологии нашего университета. Поскольку количество обучающихся по данному направлению не увеличивается, нам необходимы были новые площади. В то же время учебно-научные площадки, как площадки трансферной технологии, размещаются во всех наших клиниках. То есть в зданиях клиник, если вы посмотрите внимательно, то везде есть учебные здания. Вот в конце уже года мы, благодаря поддержке в том числе и прежде всего республики, с участием Растана Аргалевича Миниханова, председателя нашего наблюдательного и попечительского совета, открывали новые здания поликлиники, где раньше размещалось аж четыре организации. Это здание было нам передано после реконструкции. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что это одна из лучших поликлиник нашего города и нашей республики. Говоря о медицине, хочу сказать, что на Волково, где была детская поликлиника, будет научно-клинический центр, где будет обслуживать пациентов по сложным заболеваниям и так далее. Я думаю, мы откроем этот объект где-то к июлю месяцу. Этот объект будет строиться совместно с инвесторами, которых мы привлекаем к этой работе. Обратите, пожалуйста, внимание, впервые мы приняли достаточно большой контингент иностранных студентов. Сегодня на разных программах у нас обучается более 7 тысяч иностранных студентов из 98 стран мира. И, конечно же, этот показатель мы тоже рассматриваем как востребованность нашего университета на рынке образовательных программ. Я специально слово «услога» не использую, хотя во всем мире этот термин используется. То есть мы конкурируем. Это говорит о том, что мы конкурируем и в стране, и в мире за студентов. Всегда задают вопрос, зачем это вам нужно. В принципе, мы решаем таким образом задачу, которой перед нами поставило руководство нашей страны, поскольку мои решения правительства были включены в перечень университетов, которые занимаются экспортом образовательных программ. Это и в том числе мы получили сегодня предложение открыть собственные филиалы за пределами нашей страны, прежде всего это в Китае и в странах СНГ. Чем сейчас мы, в принципе, в 2019 году будем заниматься. Но здесь можно посмотреть, что это даст нашему университету, поскольку ресурсов на все всегда не хватает. Тем не менее, раз такая задача стоит, я думаю, мы в этом направлении будем работать. Продолжилось и планомерное движение КФУ в мировых академических рейтингах. Нам очень приятно сообщить, что год для нас был очень неплохим. То есть мы поднялись. И самое главное достижение – то, что мы расширили свою представительность в международных рейтингах. Если раньше у нас мы присутствовали, вы знаете, наверное, есть два самых известных, на которых мы ориентируемся, относительно которых мы и позиционируем, и строим свои стратегии. Это QS, так называемый, Co-Aquarelli Simons Limited, и Times Higher Education. И если у нас в прошлом году, прошлое, я уж имею в виду, 2017 год, мы были представлены в 13 предметных областях и предметных рейтингах, то сейчас мы расширили свое присутствие в 18. И позвольте их назвать. Это в первую очередь в рейтинге QS – это современные языкознания, и сразу мы набрали уровень 151-200, потом математика, и впервые вошли с такой дисциплиной, как социальные науки и менеджмент. Кроме того, хотел бы сказать, что помимо всего мы усилили свои позиции, то есть это означает, поднялись в части искусства и гуманитарных наук практически на 50 позиций, на 50 позиций в области английского языка, литературы, и на 50 позиций в области образования. А вот по трем составляющим, получается, вернее, по лингвистике мы уже практически подвинулись к топ-100, это мы в диапазоне 101-150, в археологии 150-1-200, как и современные языкознания. И адекватные изменения произошли и в Times Higher Education. И вот здесь, наверное, самое знаменательное, уже Ильша Травкач об этом говорил, то есть мы сейчас третьи, скажем, среди российских вузов в мировых рейтингах в области медицины, это самое, наверное, заметное и существенное продвижение, и впервые вошли и возглавили рейтинг в Российской Федерации предметный в области образования. Там мы заняли позицию 100-125. Развитие международного сотрудничества сдало новый вектор роста для университета. Знаковым стало закрепление многолетней дружбы с Казахстаном на самом высшем уровне. В этом году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным доктором КФУ, приняв это звание в знак признания роли Казанского университета в развитии межгосударственных отношений. КФУ утвердился в роли стратегического партнера в сфере науки образования и для Узбекистана, Республики Кореи и Китая. Каждый год мы пересматриваем образовательные программы, но прошлый год был особенным, поскольку мы поставились перед целью актуализировать все наши образовательные программы с точки зрения вызовов современности, с точки зрения тех вызовов, которые стоят как перед страной, так и во всем мире. Полную версию пресс-конференции по итогам года деятельности Казанского федерального университета вы можете посмотреть на нашем сайте в YouTube-канале. На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели программу «Контекст» телеканала «Универ ТВ». Всего доброго. Ввел программу Эльдар Каримов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова